В домашних условиях можно записать супер классную демку, а до студийного качества не добьешься, да, но вот очень хорошую демо запись. И тоже говорить о альбоме, это тоже будет не совсем то звучание, которое, скажем так, записывается в студию, в профессиональной студии, в студии концерта. А вторая часть, это уже на второй альбом. Это на работе последней. Да. А ну, кстати, у нас тут более драйвовая по хронологии идет постепенно. Ну, конец больше как-то понравился, и даже по публике видел, потому что это новые в основном песни в концерте. По этому принципу и концерты странные. Песни, то есть такие легкие, да. Ну, у нас в основном мы всегда такие, начиная от самых таких более легких первых композиций, заканчивая самыми последними более... Вы с КР, да? Да. Так, еще когда-то было вопрос, трансэротическая песня, давай сделаем это. Вот это, скажите, очень асоциация с КР, что рада обракишка. Воно, чиновник? Нет, абсолютно нет. Нет, даже не... А что такое психоделическое, а не трансэротическое? Нет, ну это я просто пошутил. Она больше, да, психоделка. Психоделки пищи, в духе Дорс. А что, нет, просто я не знаю, что оно такое. Я думаю, у нас другие больше могут. Просто дебилки больше старших. А для что потом? На океаннелизе. Нет, просто... Нет, ну сама ассоциация слов Китскейтс. Да, нет, нет, нет. А-а-а! Нет, ну не обязательно начало тут всех кошек сравнивать с ними. Нет, просто так я, ну, в молодости, ну, своей, ну, когда еще была... А-а-а! Нет, давайте это не писать. Называл так девушек. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Много девушек хороших. Что здесь вот, Юра, да, вот слушает... Я люблю там Оэзис, да, более английская музыка. Я люблю, допустим, более тяжелую там, металлика. Ну, вот в таком плане. И вот совместно вот мы находим что-то общее. А мы с братом на месте. А не на месте помешанное. Ну вот... И в целом получается что-то. В целом получается что-то. Стараемся быть эритинарным, эгрантом. Стараемся быть эритинарным. Играть... Такую музыку уже ни на что не надо. А-а-а! А за кому иншим мостам вот так контактуют антиснестерна? В последнее время, наверное, и... Криворожскими. В последнее время не сильно. Особо низкие. Мы просто в творчество ударились в последнее время. Ну, мы бачили, присутние были бобры. Три бобра, наверное. Ну, это край неба. Мы раньше дружили просто вот... В 2003 году мы на Червонную руту ездили вместе. Ну, была группа «Кайнеба». Легче назвать отдельно. Да. Да. Гуру. Многие группы распались еще с того времени. Из трех бобров это барабанчик. Это Игорь, да? Из трех бобров это Женя. Вегетари из трех бобров. Ну, мы их знаем как районная боброва. А вокалисты не это, допустим? Вокалисты не это легкое. Ну, мы с ним общаемся. Ну, то есть, мы не являемся там... Большими друзьями так просто. Ну, знакомыми, скажем. То есть, давно знаем группу, конечно. Не так часто осталось вообще закрытый человек, блядь. А часто брать им участие в фестивалях там? Пытаемся. Еще ни разу. Мы единственное... В 2003 году на Червонную руту попали. А потом у нас как пошло... У нас такой период был. Да. То... На Червонной руте... Нас заметили, как им номинации... Я уже не так думаю было. Ну, дипломантами. Да. Дипломанты Червонной руты... А, на сайте нету. Потому что... Мы попали как раз в Занеп от Червоной руты, как фестиваля, скажем так. Это был... Какой год, Сергей? 2003. 2003. То есть, Червонная... Это можно почитать в интернете. Поэтому... Каких-то дальнейших шагов, после того, как мы стали дипломантами Червонной руты, больше не было. Мы подходили, обещали там. То есть, ну... И у нас были какие-то... В команде... Еще в той команде. То есть... В катаклизме, скажем так. И плюс еще... Сам фестиваль... Не те обороты были, которые до этого были фестивалями. Там потом он сейчас пытался возродиться, да? Что-то... Так он все равно остался... Ну... Такой фестиваль. Никакой, сказать. Профессиональный... Даже местного масштаба мы качество. И... Мы в поисках тех людей, тех... Как нарабатываем знакомство, есть знакомые. Ну, может быть... Мы узнаем людей. Они тоже еще учатся, эти знакомые. То есть, нету полных профессионалов, что скажут, вот у меня есть все оборудование, я вам завтра снимаю, это будет стоить копейки. Да. И, кстати, каждый концерт приносит новых людей. То есть, новые знакомства... Вот сегодня с вами познакомились. Тоже плюс. Тоже плюс. Каждая встреча, будет такая творчество. Где-то знакомство при Москве. Ну, в субботу... Мы едем в субботу на гаражник. Вот мне интересно там, вот именно с творческими людьми пообщаться. Мы лыла, француз.